В эфире праздничный выпуск программы «Город». Для вас работает Андрей Степаненко. Здравствуйте! Предлагаю вспомнить одно из самых масштабных событий прошлого года. Областному центру выпала честь стать площадкой для проведения армейских игр. На местный полигон съехались курсанты из военных училищ всей страны. Обкатывали танки, стреляли, переживали. Смотрите сами. В апреле курсанты ДВОКу начинали так каждый день. Тренироваться начали за месяц до армейских игр. С утра до ночи восемь экипажей отрабатывали стрельбу, скоростную езду и решение тактических задач. В мае от количества боевых подразделений содрогнулся полигон. До этого простаивал 25 лет. Стартовали самые престижные игры в стране. У нашей страны два союзника. Армия и флот. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете. И мы заверяем, что наша область и наш город всегда готов помочь разделить все тяготы военной службы, которые сегодня несут здесь. За час до старта напряглись все курсанты. Серьезному осмотру подвергли всех, а техники устроили проверку на допинг. Члены комиссии приходят и проверяют танк, чтобы никакого мощного топлива не было залито. Все, чтобы было исправно. На что способны Т-72Б3 и их рулевые, выясняли на танковой площадке. Ее выстроили не хуже основной, что Валабина. Семь команд разных округов проходили уступы, огненные полосы, косогоры и брод. Стрельбу вели с закрытых позиций. Команде «Двоку» не повезло дважды. Из-за этого пришлось проехать три штрафных километра. Не обошлось без штрафов и на вводном этапе. Участники пересели на БМП. Дополнительные 30 секунд получили все, кто хоть немного коснулся буйка. Скоростной рекорд поставила команда Центрального округа с частично новым составом. Мы многого не ожидали. Управлять и не получается так, как на суше. Дорогу видно, но машина себя ведет, как лодка, можно сказать. То есть штурвал повернул вправо, а она не сразу слушается. Есть какая-то задержка, есть какие-то моменты, которые не встретишь на суше. Всеармитские игры продлились две недели. Собрали больше 500 участников и десятки тысяч зрителей. Мне понравилось, как они стреляли. И еще мне понравилось, как они ныряли в прорубь и выезжали. Исход испытаний до последнего был неопределен. Лидеры не раз сменялись. Победила в итоге команда Восточного округа. Кубок мотострелков забрали курсанты ДВОКУ. Не менее достойно курсанты представили ВУЗ и на международном этапе всеармейских игр. Вторые места в Словоровском натиске и морском рупеже каждый из участников может считать личным достижением. А чем гордятся остальные горожане? Что важного и полезного совершили за год? Мы спросили у прохожих. Опрос продолжит программу. Друзья уговорили в этом году. В июле ходили на горную реку высшей категории. Две недели мокли, падали в воду, спали на холоде в палатках. Ну здорово было, да. Похудел на 30 килограмм. Неплохо. Сдаю хвосты в академии. Тоже неплохо. Не знаю, на работу устроился. Подарки родным покупаю. Переехали мы сюда, перебрались. Тоже я как бы хотела, перебрались. А откуда? С Владивостока. У меня дочь родилась. Я могу, да, гордиться. Внучкой занимаюсь. Учится хорошо, отличница. Я дом построил. Ну а я за последние три года ходил здесь на курсы пенсионеров, компьютерные курсы. Я в совершенстве владею сейчас и открываю свой даже сайт. Там астрология у меня, гороскопы и всякое другое. Свои там, после 35 я поступила в университет, научную форму обучения и учусь. И поэтому каждый день у меня что-то новое. Кушать выпечку и при этом не набирать вес. То, что противоречит традиционным диетам, вполне осуществимо в системе правильного питания. Как, расскажет благовещенский фитнес-тренер, участница нашей кулинарной рубрики. Ее рецепт полезной шарлотки уже в эфире. Сегодня будем готовить шарлотку. Готовить мы ее будем без молочных ингредиентов, потому что у меня на них аллергия. Будет больше яиц, белков и больше яблока, чтобы было сладко. Овсянка у нас идет вместо муки, поэтому она будет более пп-шный вариант. Овсянку мы будем молоть на блендере, потом ее пересыпаем, засыпаем туда яички с сахарозаменителем. Рецептов на самом деле много своих каких-то, ну, там, изобретенных, где-то подсмотренных. Потому что, когда смотришь рецепт, читаешь так, ага, там, сметана, масло, раз, избавляемся. Добавляешь чего-то своего, ну, и превращаешь его более в пп-шный. Отделяем белочки от желтков. По большей части желтки не используют. Я знаю, что они там полезные, и всего в них много, но жирные. Это вариант такой утренний, когда хочется сладкого. Ну, понятно, что всем сладкого хочется вечером. Даже у них кто не застрахован, и я тоже. Поэтому надо делать без молока, без сметаны, как все любят, без масла. Можно использовать силиконовые формочки, на что масло не нужно, там, смазывать их, допустим. Они и так хорошо пойдут, хорошо будут доставаться оттуда. Так, нам понадобится 7-8 маленьких яблок, ну, либо парочка больших. Это был 2008 год, сейчас уже 2018, то есть, ну, практически 10 лет на дату. Но с того времени я в спорте, но не профессионально. Занималась для себя, занималась тренером, занималась без тренера. Ну, профессионально, скажем так, начала заниматься где-то примерно около 3 лет назад, то есть, это была учеба, чтобы уже заниматься с людьми на уровне. Потом мне сказали, Женечка, почему ты не выступаешь у тебя? Я говорю, все хорошо. Я говорю, ну, окей, можно попробовать. И вот, это были первые соревнования в апреле и в октябре. Результат у нас первый раз, это я взяла с Боговещенского третье место. В октябре это было первое место. Вот, ну, на Россию ничего не взяла, но опыт был просто колоссальный. Яблочки готовы. Яблочки тоже готовы. У нас будет... Будем гасить соду уксусом. Буквально чуть-чуть, немного, чтобы привкуса соды у жиротки не было. Правильное питание, скажем так, оно у меня присутствовало не всегда в моей жизни, потому что какой-то промежуток времени я думала, что можно на обычной еде проехаться, но нет. Правильное питание, это опять же, ну, для меня это был уже большой рост, то есть рост мышечной массы, качественной мышечной массы без жира. Мышечную массу не построишь там на пирожках, как я всегда клиентам говорю, у вас не получится. Вы можете качаться, хоть закачаться, если вам нужна там попа и рельеф, этого не получится. Если вы будете питаться своим обычным рационом, там, ну, может быть, если вы снизите калорийность, у вас там уйдет вес и не более того. Папа, допустим, он недавно ко мне приезжал в гости, он говорит, так, это что? Хлебцы? Ага. Хлеба нет, я так полагаю, да? Сахара тоже нет? Ну, и все в таком духе. Я этим не отравлюсь, как ты это ешь? Я говорю, пап, все нормально, это я ему приготовила, все. Он говорит, ну, вообще так-то есть можно. А я говорю, ну, пап, я говорю, ну, я же жива, здорова, и мне сейчас 34, и как бы выгляжу нормально, и стараюсь поддерживать вся форма естественного образа. Теперь нашу лодку. Ставим в духовку аккуратно. Минут на 40 и градусов на 180. Эту игру ровно 12 лет назад создатели выпустили специально «Году свиней». Ее же предлагают подложить участникам развлечения. В шутку, конечно же. Герои нашего следующего сюжета уверены, свинтус – хороший вариант занять новогодние выходные, а еще потренировать наблюдательность, внимание и научиться рисковать. Как играть, сейчас покажут сами. Дурак и 101 в прошлом, теперь в почете свинтус. Его цель – избавиться от карт на руках. Складывать их нужно исключительно по цвету или числу. Но есть еще отряд супергероев – «Полисвин», «Перехрюк», «Захрапин», «Тихохрюн», «Хлопкопыт». Кто первый положил руку на стол – молодец. Последний получает две штрафные карты. Есть еще и «Хапеш», что называется «Подложи свинью товарищу». Возьмите две карты из колоды, выберите противника, остальные игроки дают ему по карте. Любимая карта Яны Солониной. Ведь игрок заберет себе сразу несколько штрафных. Это действительно такая возможность в переносном смысле подложить свинью человеку, который, может быть, тебе когда-то напакостил, но в реальной жизни ты этого сделать не можешь. А тут можно так немножечко подгадить. Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли. Да, две строчки. А Михаилине Кондрат пришлось немножечко петь. Сразу несколько кругов подряд. Так приказал суперсвинтус. Я не ожидала, что мне придется петь. Причем пела я не единожды, пела песни про любовь, как выбрали девочки. А пела несколько кругов, пока они сами мне сказали, все, хватит, мы больше не можем это слушать. Хотя, как бы, шлух голос есть, но все равно это не легко каждый раз петь новую песню. Новой для девушек оказалась сама игра. В нее никто не играл, но теперь будет. На каких-то моментах, конечно, мы еще подвисали, потому что, как обычно бывает, правила ты читаешь уже во время игры, поэтому были сложности. А так, довольно-таки да, рекомендую. Поэтому самое время хорошо перетасовать колоду, чтобы вам не подложили ту самую шуточную свинью. Яркие перемены в жизни в год свиней жду скорпионов, а стрельцам нужно внимательнее отнестись к своему здоровью. Об этом не только в рубрике «Созвездие пятачка» расскажет наш юный астролог поросенок Степа. Подробный прогноз на весь год для представителей этих знаков увидите прямо сейчас. Степа, готов рассказать скорпионам и стрельцам прогноз на 2019 год? Всегда готов. Да, начнем со скорпионов. Они найдут перспективную работу, а у кого она уже есть, займут хорошую должность и зарабатывать начнут. Так что недостатка в деньгах не будет. Недостатка в любви, надеюсь, не будет тоже. Все верно, Анжелика. Одинокие скорпионы найдут любовь. У семейных она станет крепче. У некоторых осенью ребенок появится. Вот такой хорошенький. Теперь о здоровье. Чтобы оно было крепким, надо спортом заняться и отказаться от вредных привычек. Не берите пример с моего друга Волка из известного мультфильма. Думаю, стрельцам от таких привычек тоже стоит отказаться, да, Степ? А им особенно. От этого зубы портятся. Стрельцам вообще внимательно стоит относиться к здоровью. Чтобы не было сюрпризов. Я рад всех вас видеть, но где дед Абби? Он задремал. Смотри, я вырастил гриб. А у меня вышел кристалл. А у меня камень из почки. А вообще, каким в целом будет год для стрельцов? Удачным. И в плане работы, и в плане денег. И этого, и другого будет много. Представители знака смогут накопить. Чего раньше не получалось. А получится ли у стрельцов любовь свою встретить? Получится. Это будет любовь с первого взгляда. Возможно, уже знакомого человека. Просто стрельцы посмотрят на него иначе. У женатых стрельцов начнется второй медовый месяц. Хороший прогноз, Степа. Теперь такого же от тебя ждут козероги. Да, я его уже подготовил. Но о козерогах мы поговорим завтра. До свидания. Эфир продолжит наша постоянная рубрика «Лишний билетик». В этот раз ее герой – танцор Санкт-Петербургского театра искушения. Известного исключительно мужским коллективом и шоу «По дождем». Где скапливается льющаяся на сцену вода. И почему артисты с оголенным торсом не разрешают себя трогать зрительницам. Узнаете через мгновение. А я с вами прощаюсь. Приятного просмотра. Санкт-Петербургский театр танца. Именно поэтому в большей части своих программ артисты выступают с открытым торсом. Отбор у нас действительно жесткий, но он не только на фигуру. Фигура влияет на отбор, потому что красивых накачанных парней много сейчас везде. Все фитнесом занимаются, спортом. У нас основной критерий наборов театра – это разноплановость танцоров. То есть каждый артист балета должен уметь танцевать, все стили хореографии. А это в нашем вот сейчас обществе, в современном мире очень сложно найти. То есть особенно в России. Вечная любовь живу, чтобы любить. Их раз в любви тебя последних дней. Одна решит. Жить любя. Одну тебя. У нас сейчас в коллективе 22 человека. Последний год. До этого у нас был один состав, в котором было 11 человек, в котором мы отработали 9 лет все вместе. И спустя вот столько лет решили сделать еще один состав, потому что много желающих посмотреть на наше творчество. И набрали еще 11 человек. И нас вот разделили старый состав, и новый. И нас разделили пополам. И теперь мы объезжаем весь мир двумя составами. У нас в коллективе 5 программ. Все под дождем. Везде в финале каждая программа идет дождь. И, естественно, мы ориентированы больше на женскую аудиторию, потому что все-таки мы мужчины. И мужчины, которые приходят в зал, они скептически относятся сначала к этому. Но у нас специально есть еще специализированные спектакли. Именно с актером. У нас актер читает монологи. Мы его монологи с помощью пластики тела. И показываем его эмоции на сцене. И когда приходят пары, и даже мужчины, которые скептически относятся к нам на сцене, после спектакля уходят очень довольные. Потому что мы не показываем ничего пошлого. У нас эстетический театральный танец. И мужчины приходят с девушкой, слушают актера. И они разбираются в своих отношениях. И после этого у кого-то налаживается что-то. Кто-то делает предложение. У нас были такие случаи, что действительно пары потом женились, выходили замуж после нашего спектакля. У нас делается специальный бассейн, который практически незаметен глазу для зрителя. И вода остается на сцене. И мы танцуем в брызгах воды. И после шоу это все монтируется, демонтируется. И ничего не проливается. То есть аккуратно все убирается специальными насосами. Вода льется сверху. Но это небольшой секрет нашего коллектива. Потому что уже ни один человек, ни один коллектив пытается использовать дождь у себя в спектаклях, у себя в мюзиклах. И мы стараемся не разглашать именно нашу установку. Потому что она была придумана около 10 лет назад. И именно как мы делаем дождь на сцене, не делает никто. Бывают негативные отзывы. Но это везде так. Даже если взять любой кинематограф, кому-то фильм нравится, кому-то фильм не нравится. Также взять любую театральную постановку. Кому-то какой-то спектакль нравится, кому-то нет. И также с нашим коллективом тоже это происходит. Бывают и негативные отзывы, кому-то не нравится и хореография, кому-то не нравится сама постановка. Но мы к этому относимся так, как в одном стендапе сказал один человек, что он был на цирке Дюссалей, сидел один зритель и говорит, ой, чего я только не видел здесь. И ему стендапер говорит, молодой человек, я очень хочу с вами провести ваш день. Насколько он интересный. Если даже сам Сергей Дюссалей вас не удивил. Иногда бывает такое, что у нас есть номера, где мы на сцену вызываем девушек. Это интерактив с залом, это всегда приветствуется. И помимо того, что самой девушке, которую мы вводим на сцену, это очень приятно и нравится, зритель, который смотрит на это, каждый представляет себя на ее месте. Бывают случаи, когда говорят, ой, можно вас потрогать, или почему вы одеты и фотографируетесь. Мы на это отвечаем, что зачем прикасаться к тому, что вы можете увидеть. То есть если вы раз прикоснете, сама будет неинтересно. А так есть какая-то загадка, есть желание, чтобы человек приходил, он смотрел еще и еще. Продолжение следует... Замерзает Жигули, замерзает Хюндай, замерзает Гяль, ее согревает Буай. Стало холодать и по ушине месяц май, замерзаю я, замерзает мой край. Замерзают города и тепла нам не видать, пережидаем дома, не отходим от ветра. На пороге холодать, снегом будет заметать, промышленный район замирает, как всегда. Стало холодать и ничего тут не растет, а вот мне взошел опять печаль и всюду лед. Куда-то на Карибы улетает самолет, а мы остались здесь, будем ждать, пока пройдет. Пару месяцев тепла, тебе спасибо и на том, тогда мы согреемся, но все будет потом. Температура ниже становится за бортом, стало холодать и холодает в основном. Субтитры сделал DimaTorzok